Доброе утро! Это программа «Формула еды» и мы в Воронеже. Твой кофе со сливками. Мой любимый! Спасибо! Кстати, я слышала, что на самом деле кофе со сливками не очень полезно. Знаешь почему? Потому что теряется и свойство кофе, и свойство сливок. Да слушай больше. Нормальный кофе, нормальные сливки. Я вообще думаю, что самый хороший способ разобраться, это отправиться на производство, где профессионалы эти самые сливки делают. Да, отлично. Тем более у меня к ним много вопросов. Начнем с того, что бывают сливки, они горчат. Бывают. Бывают сливки, они расслайваются. Бывают. Бывает много чего со сливками, чего я хочу узнать. Слушай, давай бы, пока ты окончательно не задемонизировала кофе со сливками и сливки в составе, давай все-таки на производство отправимся? Давай. Пошли. Воронежская область – уютный и гостеприимный край. Приезжайте сюда всей семьей, выходные и невероятные впечатления обеспечены. Здесь множество интересных маршрутов и музеев для гостей любого возраста. Вот и мы приехали, наверное, в один из самых необычных музеев России. Здесь все экспонаты настоящие. Никакой бутафории. Все создано и собрано одним человеком. Да? Да? Вот он, кстати, идет. Ой, да, вот он. Ой, ой, ой. Ой, иди ко мне. Здравствуйте. 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 Опа. Владимир Брежнев, создатель этнографического музея. Очень веселая штука. Это веселая штука. Это веселая штука. Одна из забавы в старину была. Да? Катались вот на каруселях вот таких. Это Бобер? Бобер. Зовут Шурик. А можно вы ему хлебушка собираетесь дать? Да. А можно я ему дам? Шурик. Морек. Шурик, пересылайся. Здравствуй. Привет. Здравствуйте, Александр. А они у вас тут вот так вот живут? Не бойся. На. Все. А покажите нам, пожалуйста, вашу территорию. Уж очень интересно. Ну, пойдемте. Покажемте. Пойдемте. Владимир Иванович – гертильский атаман, а в прошлом заслуженный фермер. Однажды он решил обменивать свою продукцию на старинные вещи. И в итоге их накопилось так много, что хватило на целую деревеньку. Вот здесь вот, видите, телега стоит? Ага. В этой телеге мы хмутаем мужиков. Это как? А это вот так надеваем хомут. Допустим, невесте даем кнут, она погоняет. Запрягаем. Я могу показать фото. Не надо. Это лишнее. Ой, тут написано «туалет». Но мне кажется, слишком прозрачненько для меня. Смотрите, туалеты были низенькие, 80 сантиметров. Для чего? Для того, чтобы когда человек сидел, голова торчала, не надо было кричать, что туалет был занят. И так было видно. И еще было очень удобно, когда, допустим, человек занимался своим делом, да, и мимо проходил сосед или соседка, и он в процессе мог позоровать, допустим, здорово, теть Маня или дядя Вася. Да? Как я рада, что так больше не делают. А это что за здание? Это мой родной дом, в котором я родился. Я его перевез сюда за 120 километров. Ничего себе. Как вы смогли перевезти дом? Объясните мне, пожалуйста. Разобрал его по бренышку, пометил, сюда привез, собрал. Сейчас мы зайдем и посмотрим. А пойдемте, Глянь. Как говорят, рукастый. Дик, ого. Ух ты. Жили мы здесь девять человек. В этом доме? Да, в этом доме. Вот моя семья, видите, у меня пять сестер. В каждой вещи этого дома читы воспоминания. Хочется бесконечно слушать все эти рассказы. И лучше за чашечкой кофе. Со сливками. А почему так происходит, мы сейчас наглядно покажем. Ребята, значит, на старт. Внимание. Маш, вам не кажется, что тут неровная ситуация? Все нормально. Смотри, это же в действительности как пищевод. Да? Мы взяли, кофе проглотили. Желудок начинает сокращаться, пищевод расслабляться. Так. О, мне нравится. И желудочный сок двигается обратно. Мне нравится. Мы проглатываем. Это мне не нравится. А он обратно. Проглатываем. А он обратно. А сливки здесь помогают. Потому что они снижают продукцию желудочного сока и нормализуют движение пищевого комка. Сливки хорошее средство от изжоги. Особенно, если вдруг лекарств нету под рукой, всегда можно найти 50-100 миллилитров сливок и все. Вы услышали. Спасибо вам, Владимир Иванович. Было очень интересно. Но нам пора дальше. Спасибо. Я тебе этого не прощу. Слива. Не прощу тебя. Ну что ты теперь думаешь о сливках? Если сливки горчат, я их не буду пить. Если сливки расслабляются, я их не буду пить. А сливки с кофе, это очень хорошо. Ты прямо сливочный эксперт. Это была программа «Формула еды». На телеканале «Россия» нас ждут другие города и другие продукты. До новых встреч. Объятного? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова